Потому что Кришна не вмешивается в нашу свободу выбора, иначе мы были бы камнями. Еще один пример о Ганде. Когда Ганди боролся за неизвестимость Индии от британской власти, представители британских властей сказали им, вы пока еще не способны справиться с самоуправлением. Иначе они подразумевали, что если мы сейчас предоставим вам свободу, автономию, то вы можете сделать неправильный выбор, совершить ошибки. На что Ганди ответил, свобода и означает право совершать ошибки. Итак, мы предпочли вместо служения на небесах властвовать в аду. И оказавшись здесь, мы начинаем эксплуатировать других, совершать жестокие поступки и прочее, а потом говорим, ну как же Господь, как же Бог может допускать это? Но вы сами захотели оказаться в таком месте. Поэтому он занимает положение невмешательства, не отнимает свободу воли у душ этого мира. И поэтому в Бхагавадгите Кришна объясняет Арджуне, что все это твоя ответственность. Вы можете сказать, ну как же, ведь без воли Господа и травинка не шелохнется. Да, в основе он, он не вмешивается. Но мы должны признать, что мы в ответе за наши кармические обстоятельства. А не пытаться обвинить в этом Господа за то, что Он дал нам свободу воли. Он должен был создать нас такими, чтобы мы не могли совершать ошибки. Да, тогда можете стать столиком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!